Гарри Леонтьевич Немченко – известный советский и российский писатель. Он проживает в Москве, а к нам в город приехал отдохнуть и поправить здоровье. В выставочном зале провели душевную встречу почитателей его творчества, где все желающие могли пообщаться с писателем. Эта возможность выпала и нам, юным корреспондентам «Новой линии». Писал-то я в школе, печатал заметки в газете «Советское казачество» в Адродинском районе. А первый рассказ под названием «Первый тост» об Испанции, с которым я подружился уже в университете, у меня вышел в 1955 году, 1 января, в газете «Московский университет». Вот где оно, это начало-то, я не знаю. Вышел мой первый роман, да? Здравствуй, Галочкин. Вышел в 1964 году к пуску первой домной нашей, то есть к рождению завода, да? Его привезли, значит, специально на праздник там, в общем, я там рука устала автографы раздавать. Вот. Ну, первая книга, значит. И вот, значит, еду я из города в набитом автобусе, а у нас, ну, далеко была стройка от города. Значит, она бивалась так, что дышать можно было только общий вздох, общий выдох, понимаете. И я гляжусь, сидит какой-то амбал и книжечку читает, да? Думаю, ё-моё, бедный девчаток, там кто-то там с ребёнком, а он устроился, читает. Думаю, сейчас я ему скажу, что-то подбираю, а он мою книгу читает. Гарри Леонтьевич писал много о родной кубанской земле и о казачестве. Писателя и лобинских казаков связывает многолетняя дружба. С начала 90-х годов Гарри Леонтьевич был первым атаманом московского землячества в городе Москве. Организаторами и как бы инициаторами, созданиями были и Гарри Леонтьевич, и наш знаменитый уважаемый человек Николай Егоров, бывший первый секретарь Краснодарского крайкома, а в дальнейшем глава администрации президента, полосков, многие такие известные кубанцы, которые создавали, чтобы в Москве была такая организация, было то место, где можно было собраться кубанцам. Сегодня она работает, мы совсем недавно ездили к ним в гости, вот они же являлись инициаторами создания памятника казакам 3-го эскадрона 37-го армиверского полка, которые погибли на Волокламском шоссе, на подступах к Москве. Там же и погибли многие лобинчане. В этом эскадроне служили и погибли под Москвой 8 казаков и станицы Упорной. Гарри Леонтьевич, он один из первых, который затронул вот эту тему, вот эту тему вот этого 4-го эскадрона «Подвиг казаков» вместе тоже с нашим лобинчанином Казминым. Беседа с читателями длилась несколько часов. Гарри Леонтьевич поблагодарил всех за душевный прием и пообещал приехать в наш город за новым вдохновением. Вероника Ряднова, Никита Мигунов, Игорь Бучков. Специально для телекомпании «Лоба».